Уже через несколько часов начнется финал РБ Баттлса, и мы, конечно же, постараемся его пройти. Но перед тем, как этот финал начнется, я бы хотел с вами поговорить на одну очень интересную тему. Из названия ролика вы уже могли догадаться, что в этом видео мы попытаемся разобраться, возможно ли получить все таинственные ачивки с тремя вопросами, которые появились в каждом режиме, в котором мы могли получить одну из ачивок на вот эти вот крылья. Эти самые странные ачивки есть под каждым режимом, в котором мы могли получить ачивку за РБ Баттлс Чемпионшип. Также такие ачивки присутствуют в тех режимах, которые были созданы именно ради ивента РБ Баттлс. Например, тот же самый режим РБ Баттлс, где мы получали крылья. Там тоже присутствует аж целых три таких странных ачивки. Но мне кажется, это не может быть совпадением, что под каждым режимом находятся вот эти вот странные ачивки. Самое главное, это не просто, знаете, какая-то ачивка бета-тестинг, а просто ачивка с тремя вопросительными знаками. И просто здесь написано «Интересно». Такая история со всеми режимами. В каждом режиме, где мы могли получить ачивку за РБ Баттлс Чемпионат, есть эта странная ачивка. В данном случае это у нас режим Рональд и здесь приписка ХМ. И тоже ноль человек прошли эту ачивку. Выглядит это все очень странно и подозрительно. И это точно не может быть совпадением. Ну или это просто разработчики РБ Баттлса решили нас запутать этим самым. Но все равно существуют режимы исключения, в которых возможно получить эти ачивки. И сейчас я расскажу, что за это режимы. Во-первых, это все те режимы, в которых мы могли получить мечи. Мечи мы могли получить в трех режимах. Первый режим это был Робет. Тут мы, во-первых, могли получить ачивку для этого чемпионата. И могли получить эту самую тайну ачивку. И это у нас был меч. Это у нас был меч зеленого цвета, который нужен был нам для активации того самого летающего корабля. Это первое. Вторую ачивку мы могли получить в Билдебот. И там нам надо было пройти босса. За это нам давали синий меч. После чего нам надо было в Пиге пройти тоже ивент на эту же ачивку. И там нам тоже давали меч. Также в Пиге можно было получить много еще других ачивок. Но мне все это кажется немного странным. Почему же вот в этих режимах мы это все можем получить, а в других нет? Или в других режимах тоже у нас должны были быть мечи. Мне вот стало вот очень-очень интересно. Следующий режим, в котором можно было получить эту ачивку, это у нас был Айленд Рояль. Но в чем была загвоздка? Именно эту ачивку можно было получить сразу после открытия ивента РБ Баттлс. И получило ее всего лишь 2500 человек. Больше эту ачивку было получить нельзя. Мне было очень интересно. Возможно, и сейчас ее было получить. Я перепробовал все варианты, но ничего у меня не получилось. Также я попытался найти что-нибудь интересное в Ютубе, но ни один из ютуберов, которых я смотрел, ничего про это не объяснил. Последнее в списке режимов исключений у нас находится Джилбрейк. И это, как мне кажется, единственный режим, в котором мы можем получить эту секретную ачивку. Для того, чтобы получить эту ачивку в Джилбрейке, мы должны зайти за любую команду. После чего нам надо выстрелить вот в эту вот кнопочку РБ Баттлс. После чего нам надо будет попасть по вот этой штуке. И нам дадут ачивку. Три вопросика. Все, в принципе, довольно-таки просто. И эту ачивку получить довольно легко. Прямо сейчас я вам рассказал, как ее получить. Но мне кажется, всем, кому было это интересно, и раньше уже посмотрели у других ютуберов. И да, кстати, команда, за которую вы играете, вообще тут не решает. Но мое внимание больше всего привлекает именно режим РБ Баттлс. Потому что тут, кроме просто одной ачивки секретки, существует еще аж целых две таких ачивки. И кроме всего, есть какие-то странные бета-тест бейджи, которые получило по 10 человек. Ну, про бета-тест бейджи, конечно же, понятно. Это, наверное, специальные бейджи, которые разработчики проверяли. Но вот, а это что за бейджи? Мне вот просто становится вот очень интересно, ради чего они здесь находятся. Кстати, давайте теперь уже подведем выводы, что мы сейчас имеем. Во-первых, я думаю, что все эти ачивки сделаны не просто так. Как по мне, было бы странно создавать эти ачивки, не имея они какой-нибудь суть или смысл. Поэтому я думаю, через час, когда начнется этот самый ивент, мы узнаем, ради чего это все было задумано. Конечно, возможно, это было все просто так, и разработчики просто решили над нами немного прикольнуться с этими ачивками. Но мне кажется, это маловероятно. Во-вторых, мне кажется, что эти самые секретные ачивки в чемпионате сыграют свою роль. Ведь они все время держали эти ачивки в секрете, под знаком вопросов. Не может же быть, что они там располагались просто так. А может, они уже доступны во всех режимах, и их можно получить. Но никто это еще не сделал. Это тоже один из вариантов, который тоже имеет место быть. Но мне кажется, если бы такие ачивки существовали, их бы рано или поздно нашли. Хотя бы один человек в день, но находил бы их. Но ни один человек эти ачивки, к сожалению, не нашел. Поэтому из этого мы можем сделать вывод, что эти ачивки получить нельзя. Пока что. Но, мне кажется, через несколько часов получить эти ачивки будет можно. Я надеюсь, что завтра, уже утром, вместе с вами, мы получим эти самые ачивки. Конечно же, если вам понравился этот ролик, то обязательно оцените его лайком и подписочкой на мой канал. А с вами был Джон Кобра. Всем спасибо. Всем до скорых встреч.